Я хочу обсудить небольшой вопрос, который как-то в прошлый раз забыл, честно говоря, просто. Это еще одна, и надо сказать, одна из самых успешных областей применения квантовой механики, а именно к физике твердого тела. Вот самое начало физики твердого тела, она вообще фактически вся основана на двух статьях. На статье Борна и Кармана, где рассматривались колебания решетки, где, в общем-то, содержится почти все, что впоследствии понадобилось для рассмотрения фанонов о колебании решетки. И на статье Болха, на которой основывается вся теория электронной структуры твердого тела. Так вот, значит, насчет Болха. Ну, тогда я уже про него скажу, потому что человек выдающийся. И надо сказать, когда я вот прочитал его биографию, я немножко удивился. Значит, Феликс Блох, швейцарец, родился в Цюрихе в 1905 году. Посещал там, учился в тамошнем знаменитом политехническом институте, слушал лекции Дебая, Вейля, а также Шрюдингера, который преподавал в соседнем университете. Ну, вообще, политехнический институт и университет там были достаточно тесно связаны и достаточно часто, ну, как-то действовали совместно, что ли. Студенты могли ходить и туда, и туда. Учился в одной группе с Фон Нейманом, еще одним очень известным человеком. Потом, после того, как он окончил этот политехникум, он поехал в Лейпциг и был самым первым аспирантом у Хайзенбурга. Хайзенбург как раз тогда стал профессором молодым, действительно, рекордно молодым по германским меркам. Я точно не помню, сколько ему было лет, но еще 30-ти не было. Ну, и вот Блок, стало быть, стал самым первым его аспирантом. И в качестве работы на защиту PHD, на защиту диссертации, он исследовал решение уравнения Шрюдингера в же периодических потенциалах. Доказал свою знаменитую теорему, из которой следует зонная структура энергетического спектра в этом случае. Потом, после этого, после защиты диссертации, он поездил по разным центрам в Европе, работал совместно с Паули, с Крамерсом, потом опять с Хайзенбургом, вернувшись на некоторое время в Лейпциг. Хайзенбург в это время тоже занялся физикой твердого тела по совершенно забавной причине. То есть его очень сильно утомили неясности теории Дирака, все эти дырки моря в состоянии с отрицательной энергией и так далее. Хайзенбург считал все это чрезвычайно неясным и, в общем-то, в значительной степени был прав. Как-то четко и понятно все это было сформулировано только позже. Ну и чтобы отвлечься от этой совершенно непонятной области физики, он занялся феромагнетизмом. И предложил первую действительно правильную теорию феромагнетизма, которая основывается на обменном взаимодействии, который сам же Хайзенбург и открыл в случае атомоделия несколькими годами раньше. Ну а блок, который вернулся и опять поработал в Лейбцеге с Хайзенбургом, построил теорию доменных стенок в феромагнетиках. Феромагнетик достаточно большой, состоит не из одного домена, а из многих, в которых векторы на магниченности направлены как-то по-разному. И из одного домена в другой переход происходит через некое быстрое изменение вектора поляризации, который довольно быстро на протяжении короткой толщины этой стенки поворачивается. Ну вот теорию этих стенок как раз построил блок. И потом он там поработал в Лейбцеге приват-доцентом. В 1933 году к власти пришли нацисты в Германии. Блок, как, ну я не знаю, там стопроцентной или значительной степени еврей, был вынужден оттуда бежать, куда глаза глядят. И убежал он сначала в тот же Цюрих, но не смог там найти постоянного места. Потом в Париж в институт Энри Пуанкаре. Ну а потом, наконец, в следующем году в Америку, в Стэнфорд. Где занимался разными вещами, в том числе экспериментальной физикой тоже. В частности, измерениями магнитного момента нейтрона. В военные годы работал в Усаламусе ядерный проект, а также в радарном проекте в Гарварде. И там и там успел. Потом, после войны, в 1946 году, он занялся ядерно-магнитным резонансом. И вывел там, оказывается, очень знаменитое уравнение Блуха, про которое я, честно говоря, как-то не особенно слышал раньше. И именно за вот это вот уравнение Блуха в теории ядерного магнитного резонанса он и получил Нобелевскую премию. Вот это вот для меня было неожиданно. То есть я бы сказал, что теорема Блуха и решение о уравнении Шрилингера в периодических потенциалах как-то все-таки более фундаментальная вещь, на которой вообще основана вся физика полупроводников, металлов и все прочее. Ну ладно, это вот значит было некое отвлечение в сторону физики твердого тела. То есть вот этот вот период, это период, ну где-то конец 20-х, начало 30-х годов, когда идеи квантовой механики уже фактически завершенной науки, такой полностью сформулированный и понятный, начали применять в самых разнообразных областях. Это применение было чрезвычайно плодотворным. То есть произошел сразу такой взрыв успешных применений в физике молекул, в физике твердых тел, в какой-нибудь квантовой оптике, там еще где-то. В общем, в куче разных областей, где ее можно было применять. Ну ладно, теперь значит вот насчет того, откуда взялась квантовая теория поля. Квантовая теория поля, ну первое, действительно, первое, ну какие-то такие не вполне четкие, они вполне количественно сформулированные, а замечания на эту тему содержались еще в самой первой работе Борна-Йордана, а потом в работе всех трех авторов Хайзенберга Борна-Йордана. Потом, действительно, последовательно квантование электромагнитного поля произвел Дерак. Дерак, в общем-то, поэтому считается основателем квантовой теории поля. Но я бы сказал, что вторым, что столь же важным основателем квантовой теории поля, в общем-то, является Йордан. Он разработал метод вторичного квантования, уже следуя Дераку, но в нескольких разных случаях. Для случая квантования разных типов полей. И для скалярных, скажем, полей совместно с Клейном, то есть там кванты этих полей являются бозонами, но это, в общем, аналогично, достаточно похоже на электромагнитное поле, которое рассмотрел Дерак, но только Йордан и Клейн рассматривали в случае массивных частиц. Потом совместно с Вигнером для случая фермионов, то есть вторичное квантование волновой функции уравнений Дерака. И вот это как раз очень важный момент. Дерак долго не соглашался, ну не то, чтобы он так буквально говорил, что вот это неверно, но его не устраивала идея, что волновую функцию уравнения Дерака нужно рассматривать как операторы, квантовать и вводить какие-то кванты. Он упорно и еще довольно много лет продолжал придерживаться мнения, что есть поля, у которых есть классический предел, как электромагнитное поле, они измеримы, наблюдаемы и так далее, их надо квантовать, и получаются, скажем, фотоны в случае электромагнитного поля. Это одна вещь. А есть частицы, такие как электромагнитное поле, и их совершенно нет никакой надобности описывать в виде какого-то поля, это поле квантовать по ферме Дераку, и на это он как-то долго и упорно не соглашался. То есть вот этот подход, который основал Йордан, ну, скажем, с Вигнером, он рассматривал бозоны и фермеоны на равных основаниях. Ну, что электромагнитное поле, что электронное поле, то и другое надо квантовать. В одном случае используются коммутаторы, в другом антикоммутаторы, но это уже мелкие детали в каком-то смысле. То есть у Вигнера в этом смысле были сплошные поля. И вот такое вот разделение двух каких-то линий развития, в котором, в одной из которых, одна из которых берет свое начало от Дерака, и где электроны, в общем-то, считаются скорее частицами, и другой, которая ведет свое начало от Йордана, где электроны, это точно такое же поле, только надо его квантовать при помощи антикоммутаторов и некоммутаторов, потому что, ну, в общем, ну, скажем так, квантовать поля с полуцелым спином по статистике позы Эйнштейна, если, то получится большая куча противоречий, и это было, ну, вот, одним из оснований теоремы о связи Экспена со статистикой, которую доказал Павли. Вот, эти две линии развития, как такие более-менее отдельные, прослеживаются аж вплоть до, где-то, скажем, конца 40-х годов, когда представителем первой точки зрения, последователем Дерака в этом смысле поступал Фейнман, он, ну, про это будет речь чуть-чуть позже, а представителем второй точки зрения выступал Шуингер. Ну, потом уже после этого, после того, как была доказана полная эквивалентность подхода Шуингера и Фейнмана, уже такое какое-то разделение на два отдельных пути развития, в общем, практически исчезла, но продолжалось оно довольно долго. Ну, а теперь, значит, откуда взялась, собственно говоря, квантовая электродинамика. Квантовая электродинамика – это, ну, вот, теория электронов и фотонов, и первыми статьями на эту тему были статьи Хайзенберга и Паула. Это две, по-моему, статьи 29-30-го года, и, что забавно, это единственная совместная работа этих двух людей, хотя они всю жизнь дружили, всю жизнь были очень близки по своим физическим воззрениям, и вместе они не работали, за исключением вот этих статей, в которых была впервые построена квантовая электродинамика. Статьи эти, в них действительно квантовая электродинамика была фактически правильно построена. Ну, вот, с точностью до того, что довольно в скорости после этого выяснилось, что в квантовой электродинамике есть такая проблема расходимости, и что при вычислении в низшем порядке теории возмущений все в порядке. Считаешь, получаешь ответ, сравниваешь экспериментом, он согласуется, все замечательно. А если пытаться посчитать хоть какие-нибудь поправки к этому главному приближению, то возникают интегралы, которые равны бесконечности. И как с этим бороться было непонятно очень долгое время. Ну, в первых работах Хайзенбурга и Паулия эта проблема еще особенно не обсуждалась, просто формулировалась квантовая теория поля, а именно электромагнитного и электронного. Они в этом смысле четко следовали вот этой линии, заданной Йорганом. Все есть поле, а частицы – это кванты поля. Я бы сказал, что это, в общем-то, и сейчас именно такая формулировка является наиболее правильной. Но электромагнитное поле – штука сложная. Там есть такая вещь, как калибровочный произвол, калибровочная инвариантность. Одно и то же поле можно описать разными вектор-потенциалами. И это приводит к сложностям при квантовании. И Хайзенбург и Паулия действительно построили некую последовательную математическую процедуру квантования электромагнитного поля. Впрочем, весьма сложную. Она была на вид абсолютно релятивистски не инвариантна. Они там отдельно и долго, и сложно доказывали, что теория Лоренца инвариантна. Но это было не очевидно. Они использовали Гамильтонов подход, где время играет абсолютно выделенную роль. Такое вот каноническое квантование Гамильтонова. Поэтому, по крайней мере, по форме теория была абсолютно не инвариантной. Доказательство Лоренца инвариантности требовало очень нетривиальной математической работы. И вообще эта теория была весьма сложной. Да, где-то в это же время, да, даже, пожалуй, чуть раньше, в 1928 год, Йорган и Паулия написали совместную статью про квантование свободных полей. Ну, если, например, выключить взаимодействие, скажем, давайте заряд электрона положим равным нулю, то электромагнитное и электронное поле не будут взаимодействовать друг с другом. Всё решается легко, это линейное уравнение, они решаются. Ну и, в частности, Йорган и Паулия рассмотрели коммутаторы этих полей в случае электромагнитного коммутатора, в случае электронного антикоммутатора, поскольку это другая статистика, в разных точках пространства времени. Всё у неё было замечательно, релятивистски инвариантно. И вот эта работа, она на самом деле технически очень важна. Она же потом, фактически она же потом привела вот к пропагаторам, которые в феймовских диаграммах присутствуют и так далее. Ну, тут я хочу сделать такое мелкое замечание, что вот эти работы конца 20-х годов по созданию квантовой теории Поля у Йоргана были фактически последними выдающимися хорошими работами. Вот как ни странно, ну, начиная с 30-го года, он занимался, честно говоря, какой-то абсолютной мурой. Ни одной разумной работы он больше не написал за свою достаточно долгую жизнь. Но вот если судить именно по его лучшим достижениям, то это А. Активное участие в создании квантовой механики, где я бы сказал, главные создатели – это всё-таки Хайзенберг, Борн, Йордан, Шрёдингер, Дерак. Пожалуй, всё. И Б. Даже более важное – это активное участие в создании квантовой теории Поля, где основных создателей вообще двое – Дерака и Йоргана. Это действительно выдающаяся работа. Нобелевской премии он так и не получил, хотя там вот в эти ранние годы его достаточно часто предлагали, потом как-то про него постепенно забыли. А, ну да, он же ещё и статистику Фермы и Дерака открыл раньше Фермы и Дерака, только про это мало кто знает. То есть, в общем-то, человек был выдающимся, но вот начиная с 30-го года больше ничего не сделал, ничего разумного абсолютно. Ну, на самом деле, это не столь уж уникальный случай. Более великие физики тот же Эйнштейн после общей теории относительности написал ещё несколько работ по космологии, которые, в общем-то, неправильны, но они, ну, так сказать, разумны, хоть и неправильны. А дальше он всю оставшуюся жизнь пытался найти некую единую теорию пуля, в которой он абсолютно не принимал во внимание квантовую физику, и поэтому эти попытки просто в принципе не могли привести ни к какому разумному результату. В общем, тоже занимался ерундой, по большому счёту. И это продолжалось, ну, там, десятки лет. То есть это не такой уж уникальный случай. Да и тот же Деракт тоже, в общем-то, все основные выдающиеся свои труды написал в молодости. А дальше там была всякая гипотеза больших чисел, которая, честно говоря, полна муть какая-то и так далее. Ладно. Так вот, значит, возвращаясь ко всей этой истории. Ферми переформулировал, это 30-й год, переформулировал квантование электромагнитного поля на более простом языке. Ну, фактически он ввёл то, что сейчас называется кулоновская калибровка, где кулоновское взаимодействие надо рассматривать отдельно. Есть поперечная волна, которая, ну, вот, волна. Есть кулоновское взаимодействие. Кулоновское взаимодействие при этом является мгновенным. Ну, в общем, на самом деле, эта формулировка тоже лоренцин-вариантна, но это сильно неочевидно. Это надо долго и упорно доказывать. Но, во всяком случае, намного проще, чем у Хайзенберга-Павли. И многие физики в течение многих-многих лет изучали квантование электромагнитного поля по ферме, потому что оно гораздо более понятное, гораздо проще. Потом несколько человек, в том числе, кстати, Флок, Фарри и Эппенгеймер, Хайзенберг, Паули, Вайскопф и так далее, сформулировали вот эту вот самую теорию дырок Дерака, что есть электроны, есть позитроны, которые, исходные дыраковской точки зрения, являются дырками в полностью заполненном море в состоянии с отрицательной энергии. Вот эти люди переформулировали теорию, ну, я бы сказал, явно ци-инвариантным образом. Ци-сопряжение – это операция, которая переводит все частицы от те частицы, и наоборот. То есть меняет местами электронные позитории. В картине моря Дерака такой симметрии, в общем-то, как-то незаметно, хотя было ясно, что она есть. Тот же Вейль это говорил там еще раньше. Но по существу это все просто. По существу для эфирмионов с данным набором квантовых чисел, импульс-поляризации, их две возможности. Либо он отсутствует, либо он присутствует. В отличие от бозона, где их может быть 1 штук, а может быть 0 или 1 штук. Вот это отсутствие и присутствие всегда можно переназвать наоборот. Сказать, что отсутствие или присутствие электрона – это есть присутствие или отсутствие дырки. Ну и, соответственно, операторы рождения и уничтожения электронов можно перезвать в операторы наоборот уничтожения и рождения духа. И можно сформулировать теорию так, чтобы эта симметрия стала явной. Но когда какая-то симметрия является явной, то это, в общем, всегда значительно проще, потому что это позволяет избежать ошибок при вычислениях. Сразу все, так сказать, видно и ошибиться в этом отношении уже нет возможности. Ну и такая формулировка тоже долгое время, в общем-то, не пользовалась большой популярностью. Ну вот, как я говорил, был подход, основанный на частицах, скажем так, подход. И именно в рамках этого подхода, да еще и в рамках, собственно, исходной формулировки эдирака с дырками, было в течение 30-х годов проведено немало полезных вычислений. То есть все основные формулы для разных сечений рассеяния основных процессов в главном приближении были получены именно тогда. Это я вот просто несколько перечислю. Рассеяние фотона на электроне, комптен эффект, то бишь, это клейн Нишуна, 29-й год. Нишуну мы еще встретим, тут японец такой. Двухфотонная аннигиляция электрона и позитрона, это Дерак, 30-й год. Рассеяние электрона на электроне, это Мюллеб, 32-й год. Электрона на позитроне, это Баба, 36-й год. Сечение Баба, в общем, для нашего института вещь такая фундаментальная. Ну вот и Баба, и Индуст, насколько я знаю. Дальше. Такие процессы, которые происходят при столкновении электрона либо фотона с атомом, точнее говоря, с ядром. То есть электрон в поле ядра атома может излучать фотон, тормозное излучение, или фотон достаточно высокой амертии в поле ядра атома может порождать электрон-позитронную пару. Это в основном работа Бетя Гайтлера, 34-го года. Но на самом деле там много народу участвовало, которые получили похожие результаты. Ну и в каком-то роде суммировало весь вот этот большой материал, накопившийся, книга Гайтлера «Квантовая теория излучения», которая была выпущена в 1936 году. Это была первая книга по квантовой электродинамике. Подход, как раз основанный на полях, основанный на подход Хайзенбурга-Пауле и так далее, в общем-то продолжал считаться чересчур сложным, но для практических прочислений его практически никто и не использовал. Ну они там доказали, какие-то теоремы, что вот эта теория является на самом деле лоренцинг-вариантной. Ну замечательно, доказали теорему. А как получить что-нибудь такое полезное, сечение рассеяния там какое-нибудь или еще чего, но этим, в общем-то, никто практически не занимался. Но тогда же, в 30-х годах, стали быть очевидными трудности, которые возникли в квантовой электродинамике, которые вот связаны с этими самыми расходимости. Первый такой эффект – это поляризация вакуума. Это, скажем, ей занимались Дерак, собственно, в 33-м году, Хайзенбург в 34-м. Именно в эти времена он говорил, что он не может больше пережить все эти неясности теории Дерака, и поэтому он там сбежал к физику твердого тела на время. Потом там Фария, Пенкеймер, Паерс, Вайскопф, куча народу. Что такое поляризация вакуума? Но в исходной такой наглядной картинке, которую предлагал Дерак, это выглядит так. Вот есть это самое море, состояние с отрицательной энергией, все заполнено. Это вакуум на самом деле. Теперь мы туда внесем заряд, внешний заряд. Это море немножко перестроится, так что если мы внесли туда, скажем, положительный заряд, то отрицательные заряды в вакууме к нему притянутся, положительные от него оттолкнутся. Как в диэлектрике. Та же самая в точности физическая картина, как если мы вносим внешний заряд в диэлектрическую среду. Поле этого заряда должно несколько заэкранироваться, и тот вот такой эффективный заряд, который мы увидим на достаточно большом расстоянии, будет неравен тому исходному голому заряду, который мы туда засунули. Но поскольку вакуум – это такая штука, что мы не можем из него вынуть какую-то частицу и посмотреть, какой у него на самом деле был заряд. В отличие от диэлектрика. В диэлектрике это можно, пожалуйста. Можем заряд поместить в диэлектрик, нужно его оттуда вынуть, посмотреть, какой заряд был исходный без экранирования. С вакуумом такой фокус не проходит. И поэтому там физический смысл имеет только вот этот заэкранированный, видоизмененный заряд. И вот поэтому диэрак и многие другие связи за ним пытались найти связь вот этого голого исходного заряда и частично заэкранированного заряда. И получались у них, конечно, расходимости, то есть получались интегралы, которые равны бесконечности, которые осмыслы не имеют. И они происходили из, скажем, самого низа этого моря диэрака. Если это море диэрака, еще раз нарисую, вот если у нас есть энергии, они бывают, вот это будет может положительное или отрицательное, вот эти состояния все заполнены вплоть до минус бесконечности по энергии. И вот те состояния, которые имеют большие импульсы и большие отрицательные энергии, именно там-то этот интеграл расходится. Из-за них, из-за больших импульсов, получается бесконечное, это самое экранирование, бесконечная перенормировка заряда. Но была мысль совершенно здравая, которую высказывали разные люди, которая как раз состояла в том, что единственной физической измеримой величиной является уже заряд с учетом этой поляризации вакуума. Голый заряд вообще не имеет смысла, его из теории следует изгнать. И если все величины выражать через правильный заряд, который можно измерить, который измеряли экспериментаторы в самых разнообразных постановках этого эксперимента, то тогда эти формулы должны иметь смысл. А формулы, включающие голый заряд, ненаблюдаемые, они не обязаны иметь смысл. Это вот некая такая уже идея перенормировки, в данном случае перенормировки заряда электронов. Другая величина, в которой возникали в течение 30-х годов, возникали и исследовали эти трудности расходимости в квантовой электродинамике, это собственная энергия электрона. Опять же, здесь понятно, что электрон, даже в классической электродинамике эта трудность была. На самом деле, в квантовой она стала немножко меньше. В классической электродинамике, если мы взяли заряд, ну и для примера размазали его по какому-нибудь шарику маленького радиуса R, то он создает электрическое поле. Электрическое поле имеет энергию. Если мы этот радиус шарика будем устремлять к нулю, то вот эта энергия будет стремиться к бесконечности, причем линейно, то есть как единица на L. Очень быстро стремится к бесконечности. Поскольку отделить электрическое поле от электрона невозможно, то физический смысл имеет только его полная масса или полная энергия, что одно и то же, то есть его исходная затравочная масса плюс масса, или там энергия, деленная на С квадрат, если хотите, того электрического поля, которое этот заряд создал. Вот это есть то, что, опять же, можно экспериментально измерить. А вот исходная голая масса физического смысла не имеет. То есть, опять же, возникает идея перенормировки массы в данном случае. И в классической электродинамике эта проблема очень суровая, потому что расходимость там как единица на L. То есть 3 к 0 устремить будет вклад в массу от самодействия. Ну да, есть же еще такая вещь, как самодействие. Если мы этот электрон потянем, он будет сам на себя действовать своим электрическим полем, и это самодействие будет приводить к тому, что главный эффект его будет состоять в том, что его ускорение будет меньше, чем если бы мы действовали просто на голую частицу, без учета этого электрического поля. То есть, противодействует влиянию внешней силы. Ровно таким образом, который требуется с учетом того, что у него масса больше стала. Но раз масса больше стала, при той же силе ускорение меньше. Ну вот. Так вот, в квантовой электродинамике уже в теории Дерака, с учетом моря, дырок и так далее, разные люди в течение 30-х годов считали эту собственную энергию электрона, она по-прежнему оказывалась бесконечна. Но расходимость всего лишь логарифмическая, а не линейная. Гораздо слабее. То есть, в этом месте квантовая электродинамика проще и лучше, чем классическая электродинамика. Ну, в общем, в эти времена, в течение 30-х годов, большинство выдающихся физиков из-за вот этих трудностей с расходимостями считали, что физика находится на пороге новой революции. Ну, такой вот революционный настрой, он, пожалуй, что не удивительен, потому что совсем недавно закончилась предыдущая революция создания квантовой механики нерелятивистой. Закончилась она очень успешно, и после этого все вдруг стало сразу понятно. А тут, раз есть такие какие-то непреодолимые трудности в теории, значит, эта теория не является окончательной, является, ну, чем-то типа старой квантовой теорией Боро-Зомерфельда, что надлежит радикальным образом изменить. И вот после того, как изменим, все, опять же, станет хорошо и понятно. Это было общераспространенное мнение в то время, и поэтому, может быть, никто так уж сильно, ну, что ли, всерьез этими вопросами не занимался. Занимались несколько человек. Войскоп, в частности, один из активных участников всего этого дела. Но в тех же статьях Войскопфа и других статьях этого периода, как правило, были просто ошибки элементарные, которые в течение следующих десятилетних кто так и не исправил, потому что не находилось желающих повторить эти вычисления. Вычисления были в те времена крайне трудоемкие, не было явной Лоренцин-вариантности, поэтому, ну, в общем, это сильно усложняет дело. Если конечный ответ, то обязан быть Лоренцин-вариантным, то, чтобы его воспроизвести, чтобы там энергия от импульса зависела правильно, как корень, там, Ам-квадрат плюс П-квадрат, это было совершенно не очевидно, что получится правильно, а флагмала получится вот этот самый корень. Приходилось действовать вот каким-то таким не Лоренцин-вариантным образом, и, в общем, многие из этих ошибок, многие из этих работ действительно содержали ошибки. Кроме того, в квантовой электродинамике была другая трудность, не столь фундаментальная, на самом деле, ну, скажем так, преодолимая, разрешимая трудность, которая называлась инфракрасная катастрофа. Ну, катастрофа, это слишком сильно все-таки сказано, это действительно вещь, которая требовала разбирательства, и после разбирательства становилось все понятно. Связана она с тем, что масса фотона равна нулю, поэтому, если, например, электрон на чем-нибудь рассеялся, изменил тем самым направление своего движения, то он может озвучить сколько угодно много фотонов с очень маленькими энергиями. По теории возмущений, когда можно рассмотреть, скажем, излучение там нуля фотонов, одного фотона, ну, двух фотонов, если сильно постараться, но в те времена до такого высокого уровня никто не доходил, получались тоже бессмысленные результаты. Бессмысленные они именно потому, что, кроме этого, скажем, одного фотона, который явно учитывается, может озвучаться еще сколько угодно большое, неограниченно большое число очень мягких фотонов. Но эти инфракрасные расходимости тоже обнаружили в начале 30-х годов. Была замечательная работа Блохо-Нортика 37-го года, и они, на самом деле, эту проблему в значительной степени поняли и победили. А также Павле Фирца 38-го года. То есть вот инфракрасные трудности в значительной степени к концу 30-х годов были поняты, было понято, как с ними надо правильно бороться. Надо правильно поставить вопрос. Мы не хотим считать сечение, когда в конечном состоянии есть там вот ровно один электрон и ни одного фотона. Такая постановка задачи не физична. И поэтому попытка вычислить такое сечение приводит ко всяким бессмысленным вещам. Физическая постановка состоит в том, что мы, например, видим электрон и ни одного фотона с энергией больше такого-то порога. А с энергией меньше этого порога, их может быть сколько угодно, мы их не замечаем. Вот при такой постановке, на самом деле, более полностью эта задача тоже была решена позднее, но уже становилось ясно, что если правильно сформулировать вопрос, то на него можно получить разумный ответ. Еще одно замечательное, на самом деле, очень крупное достижение квантовой электродинамики 30-х годов – это рассеяние фотонов на фотонах. В этой теории Дирака, скажем, довольно-таки понятно, что если у нас сталкиваются два фотона, они могут родить электрон-позитронную пару на короткое время, что позволяет соотношение менее определенности энергии, а время, которые потом опять превратятся в два фотона. То есть они рассеиваются друг на друге. В отличие от классической теории Максвелла, где две электромагнитные волны друг через друга проходят, не замечая друг друга, в квантовой электродинамике рассеяние света на свете возможно. Это уже как раз гораздо более высокий уровень, гораздо более трудная задача, чем всякие комптоновское рассеяние, электрон-позитронное рассеяние и так далее. Но требует на современном языке вычисления однопетлевых диаграмм. Тогда про диаграммы ничего не знали. Про вычисление петлевых диаграмм могли возникнуть расходимости. Данные задачи не возникают, но это сильно не очевидно. Это требует очень правильного решения этой задачи, чтобы увидеть, как все расходимости сокращаются. И конечный ответ получается вполне физично, вполне определенный. Так вот, значит, этой задачей занимался Оиллер. По-русски я обычно пишу Тейлер, я просто его предпочитаю правильно произносить. Это был такой студент у Хайсенберга, там же в Лейпциге. Первая статья была Оиллер и Коккель, 1935 год. Кто такой Коккель, мне не удалось понять, какое он имеет отношение к этой задаче. То, что он как-то потом исчез и более не упоминался. Потом работа одного Оиллера 1936 года. В этих двух работах они посчитали, правильно посчитали, без ошибок. Решили очень сложную задачу о рассеянии друг на дружке фотонов с энергиями значительно меньше массы электронов. Сечения это очень мало. И буквально такой процесс никто и до сих пор не наблюдал. То есть разные другие подобные ему процессы вполне наблюдались. Но это слишком маленькое сечение рассеяния. Но тем не менее, как первый пример такого существенного отклонения от Максвелла, что цвет на свете рассеивается, это была очень важная работа. Потом в 1936 году... А, ну да, этот же самый Оиллер написал этот ответ еще в одном виде, который на самом деле исключительно полезен. Он... Ну вот есть Максвелловский Лагранжан, электромагнитного поля. С него следует уравнение Максвелла, они линейные. В них свет на свете не рассеиваются. Но чтобы свет на свете все-таки мог рассеиваться, можно к этому Максвелловскому Лагранжану написать некую поправку, которая уже не F-меню в квадрате, а F-меню в четвертой. И вот из такого Лагранжана следует уже нелинейная электродинамика, в которой свет на свете рассеивается. И рассеивается правильным образом, если правильно выбрать коэффициенты в этом Лагранжане. Это был на самом деле, опять же, исторический первый пример. Это же 1936 год. Первый пример того, что называется эффективной теорией поля, чем сейчас занимается половина всех физиков теоретика в том или ином виде. Включая меня. Потом в следующем году, в 1936 году как раз, была работа Хайзенберга и Олера. То есть шеф и его студент совместно написали работу, которая была решена еще значительно более сложная и значительно более нетривиальная задача про нахождение вот этого вот самого нелинейного Лагранжана электромагнитного поля при любых напряженностях поля, сколько угодно сильных полей, но в предположении, что это поле пространственно-однородное. На самом деле, вот с моей, ну такой, я не знаю, может быть, несколько субъективной и теперешней точки зрения, этот результат, хотя и очень важный, очень интересный и очень нетривиально выводимый и так далее, на самом деле менее важен, чем предыдущая работа Олера без своего шефа. Потому что в той не предполагалось никаких вещей типа однородности. Это был правильно полностью посчитанный на первая поправка вот к Лагранжану электромагнитного поля. Потом, если очень надо, можно посчитать вторую поправку, что сейчас уже проделано, конечно, с учетом возможных неоднородностей этого поля и так далее. А вот если мы искусственно отобрали все те члены, которые выживают только в однородном поле, и все их просуммировали, получится вот этот самый результат Хайзенберга-Олера. Но он как-то вот менее полезен, чем несколько первых членов, на которые зато могут учитывать неоднородности. Ну вот, так вот этот самый Олер, аспирант Хайзенберга, молодой человек, вот он написал за свою жизнь ровно три работы. Вот я их сейчас все перечислю. В начале Второй мировой войны его призвали в армию, в авиацию, где он был пилотом. Его сбили в 1941 году над Азовским морем. Больше он ничего в жизни, естественно, сделать уже не успел. Очень, похоже, был одаренный человек, судя по его первым аспирантским работам. Ну и, наконец, уже в самом конце 30-х годов появились первые указания, первые намеки, лучше скажем так, что теория атома водорода Дирака не совсем правильна. Теория Дирака, даже если уравнение Дирака решать точно в Кулоновском поле, предсказывала, что уровни 2С1,2 и 2П1,2 точно выросли. Ну, то есть какие-то там уровни водорода расщепились, то есть есть тонкая структура, но некоторые так и не расщепились. Вот эти два уровня, в частности, остались в точности с одинаковой энергией и появились, ну, как это сейчас принято описать в экспериментальных работах, свидетельства в пользу того, что они не совсем вырождены. То есть это не было доказательства. Это были некие указания, что вот похоже, что расщепление все-таки есть. Ну, и на этом, собственно, весь этот довоенный период и заканчивается. А все накопившиеся загадки, которых накопилось изрядно много, были разрешены уже после Второй мировой войны. И, ну, так, в каком порядке лучше это все излагать? Ну, ладно, пожалуй, пару слов о главных действующих лицах сначала. Значит, главные действующие лица, которые после Второй мировой войны разрешили весь этот кризис в квантовой электродинамике, ну, там, скажем, первые действующие лица, это были Швенгар и Фейн. Ну, там были другие некоторые, о которых я тоже упомяну. Ну, причем, да, даже прежде чем переходить к историческим деталям, это разрешение кризиса было совершенно не в том духе, как предполагали Бор, Паули и многие другие там великие люди в 30-х годах. Совершенно не революционное, а наоборот, консервативное разрешение кризиса. То есть Швенгар и Фейнман и некоторые другие приняли абсолютно всерьез стандартную квантовую механику и стандартную теорию относительности. Взялись их объединять последовательным, математически непротиворечивым образом, и у них все получилось без введения каких-то радикальных новых вещей, без, ну, вот, новой научной революции. Ну, это можно назвать революцией, но это консервативная революция, в отличие от создания квантовой механики. Ну, так вот, значит, главные действующие лица, это, во-первых, Джулиан Швингер, но я тут очень кратко буду говорить, значит, родился в 1918 году в Нью-Йорке в семье евреев-эмигрантов из Европы, что называется, медл-класс, то есть достаточно обеспеченная, но не сильно богатая семья, там, каких-то бизнесменов, там, торговцев, я не знаю точно. Значит, ну, естественно, учился там в школе, занимал все первые места, там, был лучшим по математике, по физике и так далее, то есть действительно все эти люди были исключительно одаренными. Потом учился в Колумбийском университете, где еще, будучи студентом, опубликовал несколько научных статей, вполне нормальных, закончил университет в 1936 году, вполне нормальных, но еще, в общем, не выдающихся, скажем так, статей. Ну, это же ему сколько было? Это ему было 18 лет, к моменту окончания университета. Потом, в 1939 году он защитил диссертацию, то есть в том же Колумбийском университете, а потом, после начала Второй мировой войны, он участвовал в военных работах, как и большинство физиков, выдающихся, по крайней мере, физиков, которых солдаты не забрали, а именно в Radiation Laboratory в MIT. Там занимались созданием радаров, радиолокаторов, радиолокацией. Ну и Шенгер действительно в этих работах принимал самое активное участие, то есть, например, для этих радиолокаторов требовалось уметь хорошо рассчитывать волноводы. То есть, это УКВ-диапазон, это металлические трубы, волноводы, по которым распространяются электромагнитные волны. Эти волноводы могут быть самые разные, резонаторы там тоже участвуют, резонаторы волновода. Есть такие вещи, как, скажем, расщепление волновода на два волновода, и вот мы хотим понять, как эта волна расщепится на волну, которая пойдет в один и в другой. То есть, это все просто уравнение Максвелла, но весьма нетривиальная задача. Ну вот, то есть, скажем, надо решать там дифференциальное уравнение математической физики с весьма сложными граничными условиями, весьма сложная форма областей. И Швингер, который математическую физику знал блестяще, эти задачи решал вполне успешно. И, кстати говоря, именно тогда, вот решая эти классические задачи с электромагнитными волнами волновода, он развил до высокого уровня технику, связанную с функциями Грина, этих дифференциальных уравнений. И весь этот аппарат функции Грина являлся потом всю его оставшуюся жизнь, его любимым таким математическим подходом, в том числе в картовой электродинамике и вообще без всех задачах, которыми он впоследствии занимался. Так, ну что Швингер и другие участники делали после войны, это я расскажу чуть позже. А пока скажу про второго участника из вот этого первоначального набора, это Ричард Фейман, который родился в том же 2018 году, тоже в Нью-Йорке, правда, несколько на окраине, не в центральной области, как Швингер, и тоже в еврейской семье среднего достатка. То есть есть очень много, очень большое сходство между этими двумя людьми. Хотя, впрочем, есть и значительное различие в их характере, как ни странно. То есть они росли в одинаковых условиях. Фейман, кстати, когда он сначала в 1935 году пытался поступить в какой-то университет, его туда не приняли исключительно как еврея. У них там тоже были квоты. Вот как не смешно, в США. Он превышал какую-то там квоту на набор еврейского происхождения студентов, и вот его просто не приняли, несмотря на сданные экзамены. После чего он поступил успешно все-таки в МАИТ, в Носочусетский технологический институт, где вполне успешно учился. Это был 1935 год. Потом, после окончания МАИТ, он думал там и остаться, и продолжать там работать. Но его шеф, тамошний, посоветовал ему податься в какой-нибудь другой университет для того, чтобы иметь более широкий кругозор. В общем, и вообще-то была стандартная практика. Студенты обычно за свою студенческую жизнь пробовали не один университет, а учились в нескольких. Поэтому после окончания собственно основного курса он подался в Принстон, где стал аспирантом. Потом, через некоторое время, когда началась Вторая мировая война, его привлекли опять же к военным работам, но в другой области. Не в области радиолокации, а в области создания атомной бомбы. Попал он в итоге в Лос-Аламос, где руководил вычислительной группой. Ну, то есть он и физическими вещами занимался, само собой. Но тогда не было, фактически не было АВМ, АВМ только, там компьютеры, только-только начинали создаваться. Там Фунейман в этом участвовал, в частности. И первые компьютеры, которые появлялись, сразу начинали использовать для расчетов процессов в атомной бомбе. Но поначалу их не было. И поначалу это были девочки-ращучицы, которые сидели и считали на листочках бумаги, там столбик, что-то перемножали, делили и так далее. И надо было все это организовать. Какой девочке чего перемножать, и другой передавать свой ответ, и чтобы так нему что-то прибавило и передало дальше. И вот такой компьютер, составленный из живых людей, он имел, естественно, очень низкое обострадействие, поэтому приходилось максимально упрощать все эти вычислительные задачи, чтобы удалось довести до числа вот такими примитивными средствами. Но потом в течение всего этого времени появились уже и настоящие электронные компьютеры, ламповые, которые считали все-таки на несколько порядков быстрее, чем эти расчетчицы. Тогда стали применять ламповые компьютеры. А он еще вроде бы до этого сначала поучаствовал в создании механического компьютера для баллистиков. Что? Фейнман же перед тем, как для военных делать атомную лампу, сначала делал для них механический компьютер для расчета баллистических траекторий. Ну, может быть. Аналоговый компьютер, я думаю. И механический. Ну, механический аналоговый, да, может быть. Я точно не знаю. Но возможно. Ну вот, значит... Ну и... Опять же, может быть, это слишком наивно, но в каком-то смысле характерно, что вот когда после войны и Швенгер, и Фейнман занялись проблемами квантовой электродинамики, Швенгер, который во время войны занимался волнами в волноводах, занялся квантовой теорией волновод полей, а Фейнман, который занимался ядрами, нейтронами, в общем, очевидными частицами, следовал вот этой линии, где электроны у него считались частицами, которые взаимодействуют через электромагнитное поле. То есть эти два подхода до этого времени действительно достаточно четко прослеживаются. Ну и... А, ну да, про Фейнмана еще надо сказать все-таки, чем же он занимался в смысле науки до Второй мировой войны. Его как раз волновали действительно вот эти проблемы, связанные с расходимостями, там, собственной энергией, в частности электрона, с поляризацией вакуума и так далее. И поэтому Фейнман придумал весьма радикальную теорию, которая радикально отвергала все, что на эту тему раньше было известно. Теория эта потом оказалась неправильной, но как некая мотивировка, она сыграла важную роль. Теория составила в том, что никакого электромагнитного поля нет. Есть заряженные частицы, которые напрямую взаимодействуют друг с другом. Как они взаимодействуют? Ну, можно посчитать, написать там потенциал Ленара Вихерта, продифференцировать, получить поле. В общем, вот есть взаимодействие с запаздыванием, то есть там все в порядке, сложится с вариантностью, но нет никакого единого электромагнитного поля. В частности, электрон не взаимодействует сам с собой. Поэтому прямо на корню решается проблема собственной энергии электронов. Ее нет. Ну, а дальше такой, в общем-то, сильно радикальный подход приводил к целой куче других трудностей, таких, как, например, реакция излучения. Когда электрон ускоряется, он излучает электромагнитные волны, его энергия должна уменьшаться. В нормальной электродинамике, где есть электромагнитное поле, это тоже эффект действия электрона на самого себя через электромагнитное поле. Другой эффект. Не тот, который приводит к собственной энергии, а тот, который приводит к вот этой самой силе радиационного трения. Но если нет электромагнитного поля, то нет радиационного трения, и будут большие проблемы с законом сохранения энергии. Это все Фейнман придумывал в какой-то степени совместно с Уиллером, который был его научным руководителем. Тогда, значит, Фейнман уже пришла в голову мысль, что, ну, раз взаимодействуют только разные частицы друг с другом, никакая частица не взаимодействует сама с собой, то вот это радиационное трение должно быть эффектом действия других заряженных частиц, где-то в других местах. Ну, и поэтому он начал долго и безуспешно считать такой процесс. Вот электрон, вот он ускорился, он излучил электромагнитную волну, та начала качать какие-то заряды в других местах пространства, те тоже излучили электромагнитную волну, которая распространялась обратно и воздействовала на этот электрон. Но потом, когда Уиллер познакомился с этими попытками вычисления, он ему быстренько объяснил, что это никакое не радиационное трение, это отраженный свет. То есть, как говорят, источник света, есть зеркало, этот свет отразился, и пришел обратно. И пришел он в другой момент времени, позже. Чтобы избавиться от этого запаздывания, чтобы село радиационного трения возникало в тот же момент, им пришлось принять полусумму, по-моему, или полуразность, а не полусумму, конечно, запаздывающего, опережающего потенциала. То есть, эти электромагнитные волны, излучаемые ускоряющимся электроном, распространяются как вперед по времени, так и назад по времени. И тогда, если, например, этот электрон излучил нечто вперед по времени, там покачал другие заряды, те излучили что-то назад по времени, что пришло туда же, и этим можно действительно что-то объяснить. Если считать, что, грубо говоря, Вселенная бесконечна, и каждая эта электромагнитная волна, излученная вперед или назад, найдет свою мишель и в конце концов поглотится полностью, то удавалось воспроизвести там все правильно с законами сохранения энергии и так далее. Хотя с причинностью тут большая напряженка, я бы сказал. Вот такая была дурацкая идея. И Финн, естественно, хотел как-то эту идею из классической физики перевести в квантовую физику. Но как такую странную теорию квантовать, это было совершенно непонятно, потому что она не описывалась никакими там традиционными вещами, типа уравнений Гамильтона или чего-нибудь подобного, никаких методов квантования для нее не существовало. Финн, он начал искать, как можно квантовать теорию, которая не имеет Гамильтона условия. Вот там кто-то подсказал, что была такая статья Дерака, малоизвестная в 1933 году, которая называлась Лагранжан в квантовой механике. И где? А, ну да, вот эту свою теорию Финн он формулировал в терминах принципа наименьшего действия. Он, наверное, выходил и сейчас спрашивал, не слышал ли кто-нибудь, как можно действия применить в квантовой механике. Ну, вот кто-то там ему подсказал, что, ну, хотя и не действия, но уж как минимум Лагранжан применялся. Есть статья Дерака 1933 года, которая называлась Лагранжан в квантовой механике. Ну, Финн прочитал эту статью, в ней, честно говоря, довольно мало что содержалось, и она как-то нехарактерно, нечётко была сформулирована, там не было особо чётких формулировок характерных для Дерака. Ну, там было что-то сказано на тему того, что там, что-то, что Е в степени и там, там, Дельта Т, такая величина, аналогично оператору эволюции в квантовой механике для интервала времени Дельта Т. Что означает слово аналогично, нигде в статье не упоминалось. Фейнн вцепился в эту идею и предложил в результате новую формулировку квантовой механики через интегралы по траектории. То есть, если в начале при Т равном нулю частица электрона, например, была здесь, в момент Т мы хотим найти, где она может быть, то надо рассмотреть все возможные траектории движения этого электрона. Такую, такую, в общем, все. Для каждой из них посчитать действия и посчитать интеграл, такой бесконечно мёрный интеграл по всем траекториям. При этом, если вот Т отстоит от Дельта Т бесконечно мало, то этот интеграл по траекториям, ну, так сказать, берётся из-за того, что этот промежуток времени стремится к нулю. И оказывается, что действительно правильная формула для расплывания вот этого исходно-точечной волновой функции получается путём вот вставки вот этого самого множителя в степени ИС но с каким-то коэффициентом. Здесь нужен численный коэффициент. Поэтому, когда много позже Фейнман встретился с Дераком на какой-то конференции, он у него пытался допытаться. Когда мы писали эту статью, когда мы писали, что вот эта величина аналогична оператору эволюции, имели ли вы в виду, что они пропорциональны? На что Дерак меланхолично ответил «Алэй?» То есть действительно пропорциональны? Действительно? В самом деле, скажем так. Как это можно по-русски? В самом деле. То есть, похоже, Дерак этого не знал. А само-то вычисление для бесконечно малого интервала дельта-т Фейнман провел вот как раз в присутствии какого-то своего друга, я уж не помню из кого, на доске в какой-то аудитории. Говорит, «А, они уже пропорциональны, тут вот если вставить еще какой-то множитель там правильный, получится точное радость. А самый товарищ удивленно смотрел на доску и говорит, по-моему, это некое великое открытие. Вот это вот все, что тут на доске написано, надо срочно переписать на бумажку, чтобы она не пропала. Ну, в общем-то, он был прав. Ну вот, значит, в итоге, правда, под воздействием совершенно дурацкой исходной идеи, Фейнман пришел к некой новой, эквивалентной формулировке квантовой механики при помощи интегралов по траектории. Эта формулировка оказывается, ну, во многих случаях весьма полезной. Ну, как, ну, как, в общем, она действительно радикально отличается от всех предыдущих. И потом, при создании своего варианта квантовой электродинамики, Фейнман использовал именно эту идею, подход, связанный с интегралами по траектории. Ну, ладно. Значит, само создание квантовой электродинамики в значительной степени, ну, это было бы чересчур сказать, что исключительно, но в значительной степени произошло благодаря трём весьма маленьким конференциям для весьма узкого круга людей, которые проводились в США, более того, в не особенно далёких окрестностях Нью-Йорка, как раз вот в конце сороковых годов. именно там все активные участники собирались, обменивались тем, кто что сделал. Ну, вот, значит, первая из этих конференций, где вот это новое такое мощное развитие квантовой электродинамики началось, это Лонг-Айленд, сорок седьмой год. Лонг-Айленд, это какой-то маленький островок, где-то там недалеко от Нью-Йорка, я точно не знаю эту географию. Значит, на этой конференции, ну, скажем так, были сформулированы задачи, решения их еще не было, но было очень четко осознанно, что же надо делать. То есть, вначале там были экспериментальные доклады, там был доклад Лэмба про его эксперимент совместно с Резерфордом, не с тем великим старым Резерфордом, конечно, по-моему, умер к тому времени, а с другим человеком с той же фамилией, где они достоверно установили вот это самое расщепление уровня, а, я его стек, да? Нет, не стек, вот этот уровень, что вот этот уровень немножко выше, чем вот этот, в атоме водорода. Было измерено, ну, с какой-то относительно приличной точностью, я там точно не знаю, несколько процентов, наверное, было измерено вот это расщепление, которое называется Лэмбсдвиг с тех пор. потом был доклад Раби про экспериментальный доклад про сверхтонкую структуру атома водорода, и в этой сверхтонкой структуре атома водорода, она тоже была измерена и довольно-таки точно, тоже были обнаружены расхождения с теоретическими предсказаниями, и, как вот выяснилось чуть позже, это расхождение как раз обусловлено тем, что магнитный момент у электрона не такой, как предсказывала теория Дирака, он чуть-чуть отличается. Ну вот, после вот этого первого дня, где были представлены уже надежные экспериментальные факты, уже не какие-то там смутные указания, а вполне четко измеренные величины, которые теория в тот момент объяснить была не в состоянии. Дальше в основном конференция была теоретическая, там присутствовали разные люди, в том числе, так сказать, старшего поколения, там был Крамерс, который рассказывал про перенормировку массы электронов в классической электродинамики. У Крамерса это была любимая идея, он ей занимался много лет, но главный упор его доклада как раз состоял в том, что все надо выражать через ту массу, которая собственно поддается измерению, через перенормированную массу электрона, что голая масса электрона вообще бессмысленна, она не может быть измерена, и от нее следует избавляться, и при вычислении все результаты должны выражаться через настоящую перенормированную массу электрона. Это и в классической электродинамике, так и в квантовой, хотя все детали разные, потому что расходимость в квантовой электродинамике всего лишь логарифмическая. Дальше там был как раз доклад Вайс Кукчо, который суммировал его результаты и результаты других людей, полученные в течение предыдущего десятилетия, даже больше, в 30-х годах полученные в значительной степени, насчет собственной энергии электрона в квантовой электродинамике. Она расходится слабее, всего лишь логарифмически. Но это как по похожему уже поводу говорил Ландау, курица не птица, логарифм не расходимость. Это очень слабенькая расходимость. Достаточно принять, что теория в таком виде, как мы ее знаем, перестает работать где-то при каком-то импульсе, подставить этот большой импульс обрезания в качестве верхнего предела в этот логарифм, но все станет не так уж плохо. И тогда как раз в дискуссиях по докладу Вайскапфата, где участвовали несколько человек, включая в частности Швингера, который там тоже был, как раз обсуждалось, может ли это привести к объяснению Ламсдвига. То есть по отдельности если считать поправку за счет взаимодействия электрода с самим собой к энергии этого уровня и энергии этого уровня, получится, что поправка бесконечна, остается логарифмически расходящимся интеграем, что плохо. Но их разность, разность вот этой собственно энергетической поправки для этого и этого уровня вполне может быть конечна. Расходящая сократится, надо только умудриться аккуратно сделать и получится какой-то конечный ответ, который можно сравнивать с экспериментом. Это была очень важная идея, про которую я чуть прямо через минуту скажу чуть подробнее. Потом там был доклад Бетер про инфракрасную расходимость, где он в общем-то суммировался полученный к тому времени результат, но результаты были уже не столь уж и плохими. То есть эта проблема была первым приближением урегулирована. Потом там не только занимались квантовой электродинамикой, да, я забыла сказать, что где-то в начале кроме двух важных для нас экспериментальных докладов были еще доклады по космическим лучам. Всякие новейшие результаты в космических лучах экспериментальные и Оппенгеймер как раз там выступал с докладом про мезоны в космических лучах. То есть он как раз четко сформулировал вот этот самый парадокс. То есть тогда в космических лучах открыли к тому времени уже довольно давно открыли мионы, но тогда не знали, что это мионы. Думали, что это те самые мезоны, которые предсказал Юкап. И возник парадокс, который как раз Оппенгеймер очень четко сформулировал, что где-то там высоко в атмосфере космические лучи, падающие из космоса, сталкиваются с ядрами воздуха и дают мезоны. Мезоны, которые очень сильно взаимодействуют с нуклонами, потому что они призваны по идее Юкава обеспечивать связь нуклонов в ядрах. То есть это взаимодействие очень сильное. потом эти мезоны летят вниз, а потом на уровне моря, где мы их видим, они не хотят сильно взаимодействовать с ядрами тех веществ, которые мы там ставим. Ставим, скажем, какие-нибудь фотопластинки, между этими фотопластинками листики металла и так далее. Они спокойно все это пролетают, видим треки. Если бы они взаимодействовали столь же сильно с ядрами, как там высоко, то они бы провзаимодействовали сразу же с первым вот тем самым слоем вещества мишени. То есть возьмем такой парадокс, который мы-то, конечно, хорошо понимаем, что это две совершенно разные частицы. Там за счет сильного взаимодействия рождаются пионы, которые на лету распадаются, дальше летят, распадаются, ну, практически сразу, у них очень короткое время жизни. Дальше летят мионы, которые имеют большое время жизни, а мионы взаимодействуют с веществом мишени весьма слаб. Но и вот это недоразумение, что открыли мезон, да не тот. Его как раз такой американский физик Маршак предположил, что это два разных мезона. Один мезон с космическими лучами активно, открыл именно уже пионы, уже правильные мезоны, те, которые предсказал Юкау. Доказал четко, что это совсем не то же самое, что мионы, которые видели раньше. То есть вот это там тоже все обсуждалось, а потом там еще был доклад Феймана про вот этот его пространственно-временной подход к квантовой механике, то есть подход, связанный с интегралами по траектории. Про квантовую электродинамику там Фейнман еще ничего не говорил, да ее в общем-то еще и не было. Но вот после этих активных обсуждений в течение трех дней, это всего там было совсем небольшое число людей и всего три дня, но были очень интенсивные обсуждения, были обмены между экспериментаторами и теоретиками и в результате в поезде, когда Бетя ехал в поезде из Нью-Йорка к себе в университет, девушка там работала, что-то у меня даже вылетело из головы, не помню, он посчитал лампсдвиг в некотором приближении, довольно грубом приближении, он там разделил вклады в лампсдвиг на вклады от маленьких энергий и больших энергий, маленькие он делал нерелативистские, что вполне в общем-то законно, большие энергии он в общем-то весьма грубо оценил, так приблизительно, но поскольку вклад маленьких энергий был в общем-то больше, то на самом деле он получил примерно правильный ответ и с экспериментальными данными Лэнбо-Резервюрда вполне хорошо согласовался. Он именно пользовался вот этим вот подходом, что если считать по отдельности, по вот такой принятой в то время науке дираковской теории электронов и позитронов, по отдельности считать поправку к энергии вот эту и вот эту каждая из них бесконечна, но если считать их разность, то разность конечна и согласуется с экспериментом. И вот это была в общем-то решающая победа, хотя это было весьма приближенное вычисление, но тем не менее неплохое. это было вычисление с точностью тоже там процентов 10, скажем, примерно с той же точностью, что и эксперимент в то время. Вот, значит, потом к следующей конференции, которая была в 48-м году, год спустя, Флопокона, уже и Швенгер, и Фейнман разработали некие свои варианты квантовой электродинамики. Каждый свой вариант. Эти варианты весьма сильно отличались. Швенгер строил чистую квантовую теорию поля, электромагнитное поле, электронное поле, там их квантование, активно использовал аппарат функций Грена, конечно, свой любимый. И теория была, в отличие от всех этих предыдущих подходов, явно Лоренсон-вариат. А это огромное достижение. Оно позволяет сразу резко упростить всякие вычисления. Но тем не менее, даже после всего этого теория оставалась очень сложной. То есть Швенгер действительно в течение следующего года посчитал уже правильным образом Лэмс-Двиг, посчитал аномальные магнитные моменты электрона, у него все получилось правильно, но как какой-то разозленный физик сказал несколько позже, Фейнман пишет свои статьи для того, чтобы показать другим, как что-то можно посчитать. Швенгер пишет свои статьи для того, чтобы показать другим, что это посчитать может только он и никто другой. В общем, подход был исключительно сложный. Но в принципе правильный, то есть там было все ровно с инвариантом, все как надо, но все вот эти идеи про перенормировки были учтены в однопетлевом приближении, которое тогда было принято. Да, вот тут как раз может быть проявляется разность в характере Швенгера и Фейнмана. Швенгер был человек во-первых консервативный и во-вторых исключительно хорошо знающий все предыдущее развитие вот в интересующие его в данный момент области. То есть очень образованно, очень высокообразованно. И пользуясь этим он действительно мог мастерски производить очень сложное вычисление, при этом не ошибаться и получать правильный ответ. Фейнман был во-первых настроен явно более так сказать радикально, он мог легко откинуть все, что раньше не уговорили, предложить какую-нибудь совершенно сумасшедшую идею, типа отсутствие электромагнитного поля, во-первых, во-вторых, он в общем-то отнюдь не был таким уж супер образованным человеком, он был конечно весьма образованным человеком, нет сомнений, но отнюдь не в такой степени. И в-третьих, его интересовали ответы, как его хорошо научили в Лос-Аламосе, главное получить надежное число, а как ты его получил, это твоя личная проблема, извернись как хочешь, но получить, чтобы число было в ответе правильным. Поэтому его интересовали не красивое уравнение, красивое доказательство Лоренцин вариантности и еще чего-то, а практичные способы вычисления. Поэтому он стремился любой суммы получить ответ, наплевав на всякие тонкости и сложности. То есть он старался не делать правильное сложное вычисление, а избегать сложных вычислений, скажем так. Так что в соответствии с этим отличием фильм он симулировал некий свой вариант квантовой электродинамикой, который, в общем-то, был неочевиден, что он эквивалентен Швейдеровский. Он рассматривал электроны как частицы. Для электронов писал вот этот самый интеграл по траекториям. то есть каждый электрон вообще говоря распространяется от Т равного нулю к Т по траектории какой-нибудь по всем этим траекториям надо проинтегрировать. Это не значит, что вот есть одна траектория. Бесконечная много. А кроме того, эти электроны могут обмениваться электромагнитными волнами. Один излучает, другой поглощает. Для этого он написал вот эти самые фейминовские пропагаторы. И из вот таких вот картинок возникли фейминовские диаграммы. Вначале фейминовские диаграммы имели исключительно иллюстративный смысл. А потом они превратились в новую приобрели количественные смыслы. А сначала Фейн нам их использовал чтобы понять какой член он в данный момент считает. И поначалу и довольно долго в течение заметного времени Фейн не признавал и считал вообще отсутствующими электрон-позитронная петля. То есть вот такой процесс когда фотон превращается в электронный позитрон который потом опять превращается в фотон Фейн не признавал. Считал что такого нет. Что вот есть электрон да позитроны в его формулировке это более те же самые электроны только распространяющиеся в обратную сторону по времени это можно так сформулировать в общем ничего в этом плохого нет. Кстати здесь знаменитый на эту тему анекдотический случай я не помню сейчас кто кому это говорит но по-моему Уиллер кому-то говорил а может сам Фейн он вот я не уверен он говорил я знаю почему все электроны одинаковы потому что это один электрон то есть с этой точки зрения есть один единственный электрон мировая линия которого имеется безумно запутанный вид и в каждый конкретный момент времени мы видим большое количество электронов и соответствующее ему количество позитов но вот этой картинке противоречит вот эти вот петли то есть вот этот электрон это уже не тот электрон который сделает все вот эти зигзаги ну вот потом фейн нам вынужден был признать что без этих петель которые как раз описывают поляризацию вакуума обойтись нельзя но фейн научился очень эффективно вычислять вот таким каким-то гибридным образом самая разнообразная процесса где электроны были строго частицами описывались при помощи интегралов по траектории а фотоны более полем описывались при помощи пропагатора функции распространения значит чем дальше тем больше он усовершенствовал именно на конкретных примерах вот этот свой метод вычисления и к там 48 году он уже весьма неплохо научился считать гораздо проще чем у Швингера научился считать разнообразные величины в кантовой электродинамике но это не было основано на каком-то надежном фундаменте это была в общем-то постройка такая какая-то какой-то значительной степени воздушный замок а не что-то стоящее надежно на земле ну вот значит в 48 году была следующая такая похожая маленькая конференция в Поконо тоже где-то около Нью-Йорка где главным событием был доклад Швингера который продолжался целый день с утра до позднего вечера почти без перерыва где он возлагал свою очень высоко научную квантовую электродинамику квантовую теорию поля все сидели и благоговейно слушали по идее я должен там был выступать после него еще и Фейнман Фейнман времени почти не хватило в оставшийся ему короткий промежуток времени он пытался так это поразмахивав руками сказать что он все это умеет считать проще нарисовать вот такую картинку и сразу посчитать и получить правильный ответ людей это не очень впечатлило они в общем-то многие классики там присутствуют что там был между прочим вор по-моему был дирак если я не ошибаюсь многие ничего не поняли из этого доклада откуда взялись правильные ответы они тоже не поняли и в общем отнеслись весьма скептически ко всему этому подходу потом к этому времени это 48 начало 49 года ламп сдвиг был посчитан уже правильно с учетом релятивистских эффектов то есть уже не с точностью 10% а с точностью лучшего процента это сделали там френчевый скоп независимо круглый ламп кстати между прочим ламп экспериментатор в основном он участвовал в этом весьма сложном теоретическом расчете хотя совместно со своим студентом кровом вот и вот в это же примерно время опердеймер получил письмо из Японии от Таманаги про которого никто слыхал не слыхивал ни разу и оказалось что Таманага независимо сделал весьма большие куски того же самого развития квантовой электродинамики независимо от всех европейцев да значит уже пора закругляться ну ладно про Таманагу то пару слов точно надо сказать значит он в 906 году в Токио родился потом семья переехала в Киото где в школе учился вместе с Юкавой вместе же с Юкавой они поступили в университет Киото там учились самостоятельно изучали статьи основателей квантовой механики потом в 29 году в Японию приехали Хайзенберг и Дерак выступали с лекциями в Токио эти молодые люди конечно смотались в Токио послушали эти лекции были очень впечатлены после университета он попал в группу Нишины Нишина наиболее известен как один из авторов формулы клееной Нишины сечения Комптоновского рассеяния и занимался всякими вопросами связанными с квантовой электродинамикой в частности тоже занимался рождением пары фотонов на ядре независимо от бете Гайтлера тоже доказал эквивалентность теории Дерака и Хайзенберга Паули не он один в Европе а так несколько человек доказали перевел учебник Дерака по квантовой механике на японский язык ну вот потом в 37-м году он поехал в Лейпциг к Хайзенбергу но он в это время занимался совсем другими вещами ядерной физикой потом вернулся в Японию защитил диссертацию по ядерной физике стал профессором и там развил явно Лоренсон вариантный формализм квантовой теории поля независимо от Швингера то есть они имели много общего эти два формализма оба были явно Лоренсон вариантными на самом деле очень красивый вполне формализм но больших приложений как-то уравнения там Анаги как-то не было на самом деле потом он уже после войны да после войны Япония как известно сдалась капитулировала после чего там началась полная разруха там не было еды все было развалено огромные трудности во всем и вот в этих самых очень сложных условиях первых послевоенных лет много более сложных конечно чем в благополучных США Таманага продолжал заниматься квантовой электродинамикой пересмотрел работы вот в 30-х годах по собственной энергии нашел в них ошибки понял как сокращаются расходимости в однопетлевом приближении и в конце концов уже правда после того как он прочитал статью Бета в Физреф с приближенным вычислением ломсдвига он посчитал ломсдвиг более правильно более точно в реликвидском приближении и по всем об этом он написал письмо Пенгеймеру Пенгеймер немедленно ответил телеграммой давайте срочно напишите краткое изложение ваших результатов пришлите мы их срочно опубликуем в Физикл Ревик ну что и было сделано потом Таманага приехал на какое-то время принстан к Пенгеймеру но потом вернулся в Японию и дальше там что-то делал но уже таких выдающихся успехов у него в общем-то не было ну и потом была еще третья маленькая конференция 49-го года Алтстул где как раз наоборот главным действующим лицом уже был Фейнер к этому времени он написал свои самые знаменитые статьи про теорию базитронов про пространственно-временной подход к квантовой электродинамике и он уже в общем-то излагал ну как-то систематически так что другие люди были в состоянии его понять до того его никто не мог понять просто там же присутствовал еще и Дайсон молодой физик приехавший из Англии который слушал изложения Фейнмана этот же Дайсон слушал лекции Швингера правда не на этой предыдущей конференции а на какой-то летней школе Дайсон был человеком молодым но исключительно способным и он как раз в первом сумел понять что эти два подхода Швингера и Фейнмана и Таманаги кстати тоже Таманаги и Швингер это по большому счету одно и то они эквивалентны можно доказать и вот значит Дайсон написал несколько таких очень широко известных статей в первом он доказал эквивалентность теории Швингера и Фейнмана во второй он систематически развил вот эту идею перенормировок в квантовой электродинамике как можно избавиться от расходимости и получить конечные ответы выраженные через перенормированную массу и перенормированный заряд электронов все это он систематически получил дайсон вообще очень интересный человек вы как еще пять минут потерпите я хочу про Дайсона сказать и на этом закруглиться мне он как-то очень симпатичен кстати говоря он жив ему сейчас 94 года в отличие от прочих участников этих событий значит он англичанин родился в Англии я буду уж очень краток 15 лет изучал математику в трените колледжа у знаменитого математика Харди учился и кстати ну вот это я просто никак не могу не рассказать будучи студентом он опубликовал совершенно замечательное красивейшее математическое доказательство оно его сокращенно видео приведу основной теории алгебры основная теория алгебры это то что если есть уравнение n степени xvn плюс a n-1 xvn минус 1 плюс а так далее плюс a нулевое равно 0 и n при этом положить так оно имеет как минимум один корень комплексный но ее доказывали конечно огромное количество людей огромное количество раз доказательство Дайсона по-моему самое простое самое красивое давайте комплексная плоскость так нарисуем окружность большого большого радиуса в этой комплексной плоскости на этой окружности главный член вот этот давайте я не язык буду писать а z тогда на этой окружности действительная часть этого многочлена обращается в ноль в тех точках где косинус n фи равен нулю то есть здесь 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 сколько надо раз обращается в ноль ну и от каждой этой точки внутрь идет линия где действительная часть равна нулю мнимая часть обращается в ноль там тисинус равен нулю то есть вот в этих промежуточных точках и от каждой этой точки идет внутрь этого круга линия где мнимая часть этого многочлена равна нулю эти линии не могут кончаться эти линии ну еще там обладают рядом замечательных свойств в частности они могут пересекаться только в четном количестве все вот так вот ну потому что действительная часть скажем если здесь плюс здесь минус здесь плюс здесь минус все в порядке а если нарисовать вот так будет здесь плюс здесь минус здесь плюс не получается так то есть они обладают некими свойствами из которых из неких простых топологических соображений можно доказать что вот эти сплошные пунктерные линии где-то хоть один раз допересекутся на самом деле это рассуждение очень простое очень красивое но я все-таки не буду тратить время они это тоже требуют там нескольких минут но можно понять что если эта линия откуда-то куда-то идет то вот эта линия где-то там оказано ее пересечь очень приблизительно в этой точке и действительная мне моя честь равна нуля чисто топологическое доказательство ладно отвлеклись от этой математики значит во время войны он работал в управлении бомбардировок в роли человека который был призван уменьшать потери английских пилотов английских самолетов предлагать всякие усовершенствования там как технические усовершенствования самолета так и усовершенствования тактики которые позволяли сократить потери это было не очень успешно он на самом деле предлагал неоднократно весьма разумные меры которые начальство практически всегда игнорировало потом он после окончания войны вернулся в Кембриджский университет закончил его кстати говоря он так за всю свою жизнь не защитил диссертацию то есть вот он был великий физик не имеющий степени PHD все это время он был в общем-то математиком но потом он решил переключиться на теоретическую физику и по там совету каких-то физиков поехал в США именно в Кормлё где был Ветте там же в это время был Фейнман подружился с Фейнман стал его близким другом воспринял от Фейнмана всю его такое вот ну скажем не очень вербализуемую вербализуемый метод как правильно считать что-то не имея математической теории и потом работал в институте перспективных исследований в Принстоне много лет ну ладно дальше я собственно говоря не буду его биографию пересказывать но важно то что он написал две действительно очень важные статьи одну где он доказал эквивалентность подходов Шейнгера и Фейна к квантовой электродинамике и вторую собственно вот с построением С-матрицы в квантовой электродинамике это именно то чем все потом пользовались то есть вот на самом деле все последующее развитие квантовой теории поля идет от статьи Дайсона про С-матрицу вот как формулируется теория возмущений для С-матрицы как эти отдельные члены можно нарисовать в виде диаграмм Фейнмана кстати это была первая статья где диаграммы Фейнмана появились в печати в физикл ревью статья Фейнмана на эту же тему появилась позже была значительно менее так понятная менее систематическая и математическая поэтому поначалу физики говорили диаграмма Дайсона или диаграмма Дайсона Фейнмана но потом-то они разобрались кто на самом деле придумал диаграммы теперь я хочу называть естественно диаграммой Фейнмана и он же доказал перенормируемость квантовой электродинамики то есть что действительно если все выражать через перенормированный заряд и перенормированную массу то все ответы на корректно поставленные вопросы будут конечны все расходимости во всех порядках исчезут это тоже очень важно на самом деле два доказательства была некая дырка которую потом позже устранил салам это было первое научное достижение салам это было потом то есть с моей точки зрения это в общем-то полнейшее безобразие что мне дали Нобелевскую премию Нобелевскую премию дали Таманаге Швенгеру и Фейнену то есть ну при всем моем уважении к Таманаге его подход действительно был очень красивым но практически довольно бесполезным Дайсон конечно сделал много больше и все последующее развитие действительно выросло из статьи Дайсона просматриваться но Нобелевскую премию ему так и не дали но зато вот он пережил всех прочих участников события что может быть служит некоторым утешением ну ладно все на этом мы закончили что-то